Это вообще, это что вообще произошло с этим миром? А нет, я засветила трусы. Я смотрела аниме. Моя любимая аниме это Наруто. Всем халов, кто сегодня на утро ел плов. Извините за дурацкое приветствие. Воблинкар, випсокосер и котёчкар, исполнитель корпус, косплеер и киткар. Лиза Анухина, поп-ит, симпу-димпу. Я сделал 144 видео, если тебе попалось это, то ты класс. В общем, типы девочек в тик-таке. Давайте начнем приветствия еще раз. Всем привет, меня зовут Лиса, но ты все еще можешь позвать меня замуж. Абсолютно не дурацкое приветствие. И первый тип девочек в тик-таке у нас с вами будет закосеры. Бум. Кстати, сначала я сделаю, аля что-то вроде косплея макияжа, потому с косплеем макияжа я уже делаю закос. Закосеры очень часто делают прям очень яркие макияжи. Макияжи. В отличие от косплееров, где делают макияжи не столь яркие, потому что нужно передать персонажам. А еще на закосы гораздо меньше хайты. Причем, когда заходишь под какие-то офигительно классные косплеи, там в комментариях в основном гнев. И фу, тени идиот этот персонаж, ты в нем выглядишь ужасно. Вы еще не поняли, кого я делала? Мне нравится, когда делают хуманизацию каких-то вещей, ну типа из серии Imagine, кто-то делает хуманизацию молнии McQueen, например. Или, я не знаю, какого-нибудь крутого пульсона. Просто недавно была вечеринка проклятых мультиков, и я делала вот эту вот чику из Шерека. Было потрясающе. Добавляем румяшек. Господи, как же я хорни по персонажам с красными глазами. Я просто не могу имейджин, чтобы у меня были красные глаза. Ох, линзы, это прям больная тема моя. Линзы, это то, что меня пугает. Заходишь в ТикТок, я не знаю, у вас есть такое или нет, потому что у меня из этого одно время прям какие-то комплексы появились. Я смотрю на их видос, такая, йо-о-о-о-о. Я хочу сказать другое слово. А я смотрю на то, какие они классные, и думаю, боже, почему ты такая красивая? А я вообще просто какой-то урод. И я реально вот сейчас смотрю на девица, думаю, боже, как вообще, как вообще, как, вы такие великолепные, вы такие классные. Посмотри на нее, а потом посмотри на не я. Ах, мои глаза, господи. Ненавижу глаза свои за лазерную коррекцию. Ах, сука, сука, да, с немногим блеском. Эти линзы я купила в Корее в 19-м году, и с вот моим фотографиям в листе. Если ты еще не подписываешься на мой инст, почему? Я не понимаю. Вот у меня в инстаграме как будто одна аудитория, а на ютубе другая, и одна другую вообще не понимает. Почему он не подписывается на инстаграм? И что вы так убого в виду? Он что настолько неинтересный? У вас настолько раздражает, что вы не хотите подписываться на мой инст? А если бы вы были подписываться на мой инст, то бы заметили, что эти линзы у меня буквально с 19-го года. Вообще их можно носить только 3 месяца, а я их ношу уже, получается, много лет. А, ребят, ну если я однажды ослепну, то просто скажите мне, что я сама дура, сама виновата. А может быть, я уже мертва. А может быть, мы все, это протекция наших снов. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан-тан. Надеваем шапочку. Ай, блин. Так, перчатки надеваем. И вот получается косплей. Так выглядит косплей, а теперь будет закос. Да, это выглядит вот так, с обратной стороны. Ну и все, теперь мы делаем типичную девочку из тиктока, которая увлекается закосами. Полетели! Ура, закос, закосом ура. Ай, как неприятно садиться на парик. Кстати, как вам больше понравилось? Когда это был все-таки больше госплей, или когда это был все-таки больше закос? А еще я не увидела из-за линзы, бы я в них ничего не вижу, что у меня торчит шапка от парика, я в восторге. А теперь давайте приступим к следующему образу. И дальше у нас будет... Ну, просто посмотрите. Вы знаете, в строительстве в тиктоке очень часто можно встретить девушек, у которых такая идеальная кожа. Они снимают на каком-то таком а-ля golden hour свете. У них веснушки. Они все такие вообще красивые, ухоженные. Не знаю, как это назвать. Не будем же мы их называть цивилами. Ну, типа, кто вообще сидит в строительстве в тиктоке? Не знаю. Лиза Анохина? Ну, давайте назовем их golden hour девушки. Очень golden hour девушки. Сделаем из меня приличного настроя человека. Контринг для golden hour девочек невозможен без того, чтобы подчеркнуть наши ключицы. Томно было, чтобы можно было выдвигать вот так. Это все такие, о, боже, какие у тебя ключицы, бэй. Сюда, сюда, сюда. Максимальная golden girl. Такие девочки у нас а-ля... Супер-мега-нейчурал. Поэтому мы супер-мега-нейчурал и делаем. Коричневые нейтральные тени. И вот сюда, вот на низ наносим, где ресницы будут. Давай, глаз, становись кошачьим. Несмотря на мой тон, у меня нет никаких претензий к этим девочкам. Типа, и серии они есть и есть. Они прекрасны в своей индивидуальности. Реснички погуще. А брови прям потяжелее они делают. Типа, там получается даже как будто оценят на бровях. Еще очень часто они рисуют веснушки, поэтому добавить и добавим веснушечек. Добавляем побольше, поменьше. Сюда, 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 сюда. Достаточно нютовая. С красным. Выглядит странно, меня пугает. Надеюсь, будет норм. Все видели, что у нас есть хойлайтер. И наносим вот сюда. И вот сюда. Да, потому что мы же golden hour girls. Мы все должны переливаться в лучах закатного солнца. Ну что, девочки мои дорогие, я считаю, что все реки стрейт тиктока теперь наши. Ях и за какую музыку слушают стрейт тиктоке, ибо у меня только хор не едит и побакугой, иногда косплееры, поэтому будет так. Белые розы, белые розы, беззащитные шипы. Я не танцор, но типа танцую. Потому что здесь должны быть танцульки. Иду по тропинке в голове, ля-ля-ля, вижу тебя, влюбляюсь в тебя, но что-то вот из-за этого вот духа. Так что вот такой вот у нас получается golden hour look. Здесь, кстати, главное подойти к кольцу вплотную, прям максимально. И не так, а наоборот вот так. Тогда у вас получается такое лицо, как будто вы реально сидите под закатным небом. И так все красиво, и просто муа. А мы приступаем к следующим. Pretty tip девушек, и это ви-и-и-и. Нет, слово ви-и-и-б-у. Нет. И точно так же он не имеет ничего общего с закосером, потому что закосер это люди, которые буквально отыгрывают косплей, только не переодеваясь в косплей. А вип это чекули, которые типа, посмотри на мою аниме из Тантику, надеюсь, что большинство из них не позеры. Хотя... Знаете, вот то чувство, когда раньше сказать, что ты смотришь аниме, и на тебя смотрели как на говну. А сейчас сказать, что ты смотришь аниме, и на тебя смотрят как на царя. А еще тебе напишут, что ты позер, когда ты не позер. Потому что это вообще... Что вообще произошло с этим миром? Ну и сердечко болит. Как сказал один Егор, прости господи, шип, Наруто, это круто. Ах, сердечко болит, сердечко болит. Ня-ичи-ни-сан. Ня-арига-то. Ня. Ня-ичи-ни-сан. Ня-арига-то. Ужасно. Арига-то. Все должны знать, что такой тип девочек смотрит аниме. Вот просто вот заходишь к ней в аккаунт, и сразу должен понять, что она смотрит аниме. Вообще в ТикТоке очень много приколдесных эстетик. Круто, что прям каждый сейчас абсолютно для себя может найти подходящий стиль. Ладно, не каждый. Это Лиса и Лиса не может найти свой стиль. Она даже не может понять, какой у нее стиль не то, чтобы его найти. Здоровье. Есть даже какие-нибудь Devilcore, там, не знаю, Soft Devilcore. Просто чего только нет. Поэтому, если вам понравится концепция этого видоса, ребятки, обязательно поставьте лайк. И если вдруг еще не подписаны на мой канал, досмотрели до этого момента, то, кстати, тоже подпишитесь. Пишите мне, какие еще сделать типы девочек из ТикТока. Макияж, конечно же, должен быть, ну, прям, очень яркий. Вас только увидели и сразу подумали, офигеть, вот она, конечно, Виабу. А ни у кого-нибудь такое, вот, ты что-то смотришь, неважно что, и тебе нравится. А потом это заканчивается. И ты такой, блин, я не хочу больше ничего смотреть, потому что мой любимый, там, сериал аниме или тп, т.д. Закончилось, и как будто ты чувствуешь себя предателем, что начинаешь смотреть что-то новое. Я себя вечно из-за этого чувствую засранцем, когда я что-то досмотрела, и все. И дальше просто не могу заставить себя смотреть что-то новое, пока прям, ну, вот, реально не заставлю себя. И первой серии мне еще всегда кажется, чего бы там ни было, достаточно унылыми. Типа, ну, вот нет, вот там вот было лучше. Чего я вообще это смотрю, зачем я трачу свое время? Подводка ты моя, подводочка. На столе лежала селедочка, я не знаю, что за интересные мотивы. Настоящий Виабу. Я смотрела аниме. Моё любимое аниме это Наруто. Моё любимое аниме-мультисериал это Наруто. Потому что это круто. Реснички должны быть прямо объемные. Представляете, до чего жизнь дошла? Я не только рисую какие-то лютейшие стрелки, но также и клею ресницы, ребята. Что вообще происходит с этим миром? Точно, близится конец света. Мам, я растушую. Знаете, что только что произошло? Я надеюсь, я не ослепну. У меня аллергия на моего кота. И я красилась, и я смотрю, у меня начинает этот глаз дико печь. Я думаю, вы видите. Я думаю, блин, что случилось? Я же ещё не надела линзы, чтобы у меня глаза умирали. И я понимаю, что мой глаз просто умирает. Я смотрю на себя, и у меня волос кота прям вот так вот во всём глазу лежит. Я его еле вытащила, вот. Но выглядит всё очень плохо. Ужасно, больно. Умираю. И я не знаю, что мне делать, когда у тебя аллергия на своего кота, а его волос попал тебе в глаз. Виа, буте, аккуратння. Ня. Ведь этот парень просто был из тех, кто просто хочет жить. Сазагио. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех люблю, всех целую. Пока, мои сладкие малыши. Наруто это круто. Пользуясь случаем, опрос мяса. Сори или дайдара.